Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна Вагнистая. Вы попали в плейлист 150 английских фраз для разговора 150 English Phrases for Conversation. И сегодня у нас фраза 127 по счёту. Она звучит как wherever. Замечательная фраза. Если бы я жила в англоязычном мире, я думаю, что я бы её постоянно употребляла, потому что что-то такое, вот такие аналоги у нас в русском языке имеются. И давайте посмотрим, как же она функционирует. Фраза популярная, её употребляю не только я, многие люди. И что же она означает? Так сразу, может быть, и непонятно. Итак, у неё очень много аналогов. Это примерно неважно. Ладно, пусть будет так. Ну да, конечно, с трудом верится. Что бы ты ни говорил, пусть будет так, но я тебе не верю. Ой, всё. То есть, у неё очень много аналогов, она дословно не переводится. Давайте посмотрим, что она означает. It's an expression that used to indicate you don't believe the other person. Тут даётся такое толкование, что это выражение используется, чтобы показать, что вы не верите другому человеку. Или даже чаще я её слышала в контексте, вам не важно, что говорит другой человек. Или хорошо скажи это и просто отстань от меня. Вот в таких контекстах она может вам встречаться. This is also commonly used as an expression by itself. То есть, эта фраза используется просто вот сама по себе, без дополнительных пояснений, вот как есть. For example, when someone says something outrageous, you can simply respond with wherever. То есть, когда кто-то что-то такое странное говорит, вы говорите wherever. И всё. То есть, я это комментировать не собираюсь. Но трудно пояснять, на самом деле, такие фразы, фразы, которые обрастают огромным количеством контекстов. И просто будьте внимательны, когда вы её будете встречать. Внимательно попробуйте проанализировать, что пытается сказать человек, отвечающий словом wherever, когда ему что-то говорят. Ну, а мы сейчас разберём парочку примеров. Ну да, конечно, знаю всё равно, что он тебе нравится. То есть, одна подружка говорит, о, какой классный парень. Вторая говорит, да нет, ничего особенного в нём нет. И первая отвечает, Ну да, говори, что хочешь, но я знаю, что он тебе нравится. Или, ну да, конечно, всё равно я знаю, что он тебе нравится. Вот здесь будет контекст wherever такой. Далее. То есть, говоришь, я не могу пойти сегодня с друзьями погулять. Ну, типа, нет. На самом деле, этот пример, ну, такой вот, я не могу сразу свизуализировать ситуацию. Может быть, кто-то в комментариях нарисует, вот, обрисует эту ситуацию. Так прям сразу на ум ничего не приходит. Идём к третьему примеру. Ну, окей, но ты всё равно знаешь, что я тебе не верю. Смотрите, на самом деле, более красноречива вот эта вот картинка, когда девушки что-то рассказывают, а она знает, что это неправда. Или она не хочет это всё слышать. Или она просто хочет, чтобы от неё отстали. Она вот так руку ставит и говорит, wherever. Да, хорошо. Я совсем, типа, согласна, но на самом деле у меня есть своё мнение. Ну, вот как-то так, друзья мои, она обыгрывается. Да, понимаю, что было бы лучше, конечно, видео какое-нибудь вставить, но, знаете как, Ютуб, он такой коварный, он нас до этого банит, авторов, поэтому я не готова, к сожалению, рисковать своим каналом, чтобы проиллюстрировать вам пример. Хотя примеров таких можно набрать целую кучу. И давайте так. Я вам сейчас вместо пояснений покажу, где искать. Это очень ценная информация, не все о ней знают. Сейчас я на экран выведу картинку моего браузера. Итак, друзья мои, мы находимся на сайте getyearn.io, то есть вот перед Y-A-R-N, слово get получить, getyearn, потом точка I-O, то есть сайт не runicom, а I-O. Вот так оно работает. Теперь смотрите. Видите, здесь у нас куча каких-то вот мелькающих картинок. Это поисковик по видеонарезкам. Классная вещь для тех, кто учится английский язык, потому что, естественно, все здесь находится только по-английски. Вот здесь я ввожу фразу whatever. И что я здесь вижу? Друзья мои, здесь вот появилась целая куча фрагментиков. Вот пишется, кстати, откуда это. Вот, например, какой-то, может быть, фильм 30 Rock 2006 года. Это сериал, да, вот здесь написан сезон, сезон 6 и там серия 4, например, да. Вот, например, какой-то сериал Teen Titans Go, вот, муви, да. Вот Avatar. Это мультик очень известный, я его даже смотрела. И вот смотрите, во всех этих фрагментиках, которые вам здесь выдадут, выдадет поиск, да, вы можете сюда нажать, вот, кстати, написано длительность, и прослушать, как герой произносит данную фразу. Смотрите, вначале выходит, конечно, максимально точное совпадение, но нас, конечно, бы интересовал дополнительный контекст, чтобы эта фраза как-то обыгрывалась. Поэтому, ну, тут надо промотать, ну, видите, wherever, как вам и сказано, эта фраза используется сама по себе, да, то есть здесь обычно ничего с ней вместе не употребляется. Ну, и вот видите, все примеры, ну, если я введу что-нибудь другое, ну, например, get out, get out, и посмотрим, что у нас получится. тоже фраза, видите, вначале используется только сама по себе, дальше, когда мы будем немножечко проматывать, ну, тоже пример неудачно взяла, да, все, давайте как-нибудь расширим, get out of, вот так, и вот здесь, видите, уже появились диалоги, да, то есть здесь уже фраза обыгрывается не сама по себе кусочком, а вот непосредственно в диалоге, и вот смотрите, на каждый вот этот вот фрагментик вы можете нажать и прослушать, как это звучит в фильме, вот, вот этот вот даже с короля льва, видите, get out, get out, get out of here, вот, мне кажется, что сайт для тех, кто ищет, как озвучить фразу, да, или ищет, может быть, в каком фильме она звучала, этот сайт будет очень ценен, еще раз повторюсь, вот он на экране, а мы с вами возвращаемся к уроку. Итак, друзья, темы, ну, здесь несколько примеров, но опять же, их надо как-то обыграть. И давайте попробуем посмотреть диалог, все-таки он будет более информативный. He told me the window was already broken when he got home. Wherever I saw him throw a ball with my own eyes. Okay, I will talk to him about it. You should, because he's lying. Ну, такая ситуация. Он мне сказал, что окно было уже разбито, когда он пришел домой. Ну, да, конечно, а я вот своими глазами видел, как он туда мяч бросил. Ясно, я с ним поговорю. Да-да, поговори, потому что он врет. то есть, может быть, говорят родители между собой, да, или, в общем, какие-то родственники этого мальчика, да, который говорит, ой, я пришел домой, не знаю, что случилось, стекло разбито, ничего, что там по форме меча, ну, да, ну, в общем, я ничего не понимаю. И вот первый родитель говорит, ну, там, например, да, он сказал мне, окно было уже разбито, когда он вернулся домой. А второй родитель, ну, скажем, папа, да, говорит, ну, I saw him throw a ball with my own eyes. Ну, да, конечно. А я видел, как он разбил окно, кидал туда мяч своими глазами. Ну, да, это, наверное, не папа, это все-таки, например, сосед говорит, да, который в это время видел, как мальчик разбивал окно, да, то есть, пусть будет мама и сосед, вот там, соседка, да, старая бабка, которая везде все видит. Мама говорит, окей, I will talk to him about it. Ладно, поговорю с ним. И бабка-соседка, be бабка, you should be, cause he is like, да-да, поговорите, поговорите с ним, милочка, потому что он врет. Вот. И нас интересует фраза wherever. Вот она здесь. Как она здесь обыгрывается? То есть, идет сначала информация. Он мне сказал то-то. А второй человек говорит wherever. Ну, хорошо, пусть будет так, но на самом деле это неправда. То есть, wherever намекает, что то, что я услышал, для меня это неважно, потому что, скорее всего, это неправда, скорее всего, я знаю правду, или, скорее всего, это не соответствует моим ожиданиям, моему мнению. И вот дальше подтверждение. У меня мысль по этому поводу другая. I saw him throw a ball with my own eyes. То есть, мое мнение полностью не совпадает с вашим. Поэтому я могу ответить wherever. И еще забыла сказать по поводу wherever, что вот этой фразой можно как бы прогнать человека, который вам что-то говорит. Если вам там кто-то начинает, что-то там пришла подружка, ой, слушай, у меня такие новости, та-та-та, а вы не хотите ее слушать, вы можете ей сказать wherever. Но иногда такой способ отказать человеку в разговоре может звучать грубо, поэтому вы тоже должны это иметь в виду. И давайте несколько синонимов. Это только часть из них. I don't believe you. Вот он. И I don't agree with you. Ну, то есть, два примера, которые примерно можно заменить фразой wherever. И еще, друзья мои, я говорю не whatever, а wherever, потому что, если опираться на американскую фонетику, то эта буква to здесь смажется. И вот на том сайте, который я вам порекомендовала, обязательно прислушайтесь, если вы будете выполнять данное задание. Прислушайтесь, как слово произносят актеры, мужчины, женщины, быстро, медленно. Конечно, в британском to будет звучать четче, в британском варианте, но все-таки wherever больше характерно, естественно, для американского, английского, не для британского, поэтому имейте это в виду, фонетика будет американская в большинстве пример. Давайте же прочитаем эти фразы. Wherever. I know you like him. You're saying I can go out tonight with my friends. Wherever. Wherever. You know I don't believe you. He told me the window was already broken when he got home. Wherever. I saw him throw a ball with my own eyes. Okay, I will talk to him about it. You should because he's lying. I don't agree with you. I don't believe you. И тот же самый материал у нас на русском языке и кратенько повторяю, что нужно сделать. Здесь нужно первое написать перевод и свериться с предыдущим слайдом. Задание номер два прокачивает разговор. Сделайте перевод на лету вслух. Чем больше вы будете практиковаться в данном задании, тем быстрее вас что-то там в голове перемкнет и вы начнете думать на английском языке. Да, именно так. Это то, чего многие хотят, но им не удается по какой-то причине это сделать. Ну, по крайней мере, вот эти задания, они помогут вам активизировать данный навык. Естественно, если вы их делать не будете или сделаете их недостаточно, соответственно, навык не активизируется. Поэтому я вам говорю, как нужно, а уж делать или нет, решайте, естественно, сами. И последнее задание, друзья мои, нужно послушать наших дикторов. Сейчас диктор прочитает все примеры еще разочек. Ваша задача понять все, что он говорит. Диктор читает с американским акцентом. И на этом, пожалуй, все. Благодарю за просмотр. Вы были на канале OK English. С вами Елена Викторовна Вагниста и до скорой встречи в новых уроках. Bye. You're saying I can't go out tonight with my friends? Whatever. Whatever. You know I don't believe you. He told me the window was already broken when he got home. Whatever. I saw him throw a ball with my own eyes. I will talk to him about it. You should, because he's lying. I don't agree with you. I don't believe you. I don't believe you.